Содержание коз Содержание коз имеет ряд особенностей. Такие животные весьма подвижны и непоседливы. Однако спокойно соседствуют с другими обитателями фермы. Козы, уход и содержание которых не требует особых усилий, являются отличными сельскохозяйственными животными. Их можно содержать как в сарай на даче, так и в сенях на преусадебном участке и чулани. Козы ценятся за счет диетических свойств мяса и молока. Для начинающих содержание коз в домашних условиях не является сложной задачей. Для хорошего удоя и набора массы тела для козлят следует соблюдать некоторые условия содержания. Оптимальным считается стойлово-пастбищный режим. Он состоит из выпаса коз в теплое время года и круглосуточного содержания в помещении, когда отсутствует зеленая трава на пастбище. Для коз важно организовать комфортное место обитания, соблюдать правильный режим питания. Каким должен быть козлятник? Особых требований к помещению для содержания коз не существует. В теплых регионах можно содержать их во дворе под навесом без отопления, поскольку прохлада животными не страшна. Каким должен быть козлятник? При постройке здания следует учесть, что сырость противопоказана козам. Внутри должно быть сухо. Обеспечение хорошей вентиляции поможет предотвратить накопление влаги и развитие сырости. Важно! Накопление конденсата может спровоцировать развитие респираторных заболеваний коз. Проводить мероприятия по утеплению стен здания не обязательно, однако они должны быть достаточно крепкими для предотвращения сквозняков. Заливать поверхность пола бетоном не нужно. Бетон является слишком холодным материалом, а деревянный настил со временем портится и создает трудности для коз. Можно оборудовать деревянные подмостки для отдыха коз. Внимание! Если в помещении изначально залит бетонный пол, его необходимо утеплить толстым слоем подстилки. Окна должны располагаться на высоте 1,72 метра и быть размером 50-60 сантиметров на 70-80 сантиметров. Козлетник должен быть хорошо освещен, с постоянным доступом свежего воздуха. Снаружи помещения необходимо обустроить хотя бы небольшой вольер для выгула. Высота заграждения должна быть выше 1,2 метра. Также нужно установить два выхода, один для коз, один для человека. Замки на воротах должны быть устроены так, чтобы козы не смогли достать и открыть их самостоятельно. Ширина ворот должна позволять свободно проходить с животным. Существуют нюансы по обустройству козлетника для различных возрастов и пород коз. Обустройство козлетника. Для козлет необходимо отдельное помещение. При достижении взрослого состояния это помещение можно использовать в качестве места для лечения коз. Обратите внимание, перед заселением новых особей необходимо тщательно вымыть подготавливаемое место. Для коз молочного направления можно построить боксы или стойла предохраняющие их от сквозняков. На одну особь необходима площадь в 1,8 кварталов метра. Помещение для доки коз должно быть максимально большим. Полная длина молочного станка должна вдвое превышать количество коз. Для приучения козы к процедуре доения нужен загон с крышей. Там же должны находиться кормушка для сена, мостик 40-100 см на 25 см высоты и запасная кормушка. Отдельно должно быть место для козления. Запускать козу в него необходимо за несколько часов до родов. С матерью можно оставить козленка на 3-4 дня, пока молоко не станет пригодным для употребления пищи человеком. Козла лучше держать обособлено от других особей. У него должны быть свои кормушка и паилка. Высота забора такого помещения должна быть не меньше полутора метров. Допустимо содержать несколько козликов в одном загоне. Как правило, они дружелюбны по отношению друг к другу на протяжении всего года. Обустройство козлятника для случки лучше отгородить отдельное место. Сначала в него нужно запустить козла, а после него самку. Чем просторнее будет помещение, тем проще будет козлу. Для создания изгородей загонов лучше всего подходят дощатые материалы. Однако из-за высокой стоимости материалов загоны можно обустроить возле других животноводческих построек и складов. Высота забора должна быть не менее 1,2 метра. Однако стоит учитывать, что некоторые козлы способны преодолеть высоту в полтора метра. Использовать проволоку в качестве ограждения не рекомендуется. Козы могут опереться на нее, просунуть голову и получить травмы. Если все же выбор пал на проволочную ограду, натяжение следует установить такое, чтобы козы не смогли проделать в нем отверстие. На заметку. Существует устройство для обучения коз считаться с проволочным ограждением на фермерских хозяйствах. На расстоянии 5-8 сантиметров от ограда необходимо установить провода с электрическим толком. По прошествии недели козы перестанут пытаться преодолеть забор. Проволочная ограда гораздо удобнее для опытных фермеров в плане наблюдения за состоянием животных. Существенными минусами являются ее непрочность и необходимость окашивания травы по всей протяженности забора. Для коз необходимо обустроить кормушки и поилки. В козлятнике должны находиться разрозненные сетки для сена и небольшие емкости для соли и минеральных веществ. Для сена лучше подходят кормушки в форме корзин. Располагаться кормушки должны так, чтобы наполнить их было возможно, не заходя в загон с козами. При размещении кормушек на улице необходимо укрыть их от возможных осадков. Оптимальным вариантом считается навешивание на внутреннюю сторону стены металлической сетки на расстоянии 0,5 метра от пола. Под ней нужно расположить ящик, в который будут падать мелкие стебли и листья. В этот же ящик можно добавлять соли, витамины, минеральные добавки. Как и чем кормить кость для молока? Для получения высокого уровня удоя необходимо правильно кормить козочку. Во время зимы козы нуждаются в сене из расчета 500 кг на одну осыпь. В то же время в рационе должны присутствовать силосы сухие веники из тополя, березы, ивы, рябины и вербы. Веник выдается один раз в сутки при достаточном количестве сена. Как и чем кормить кость для молока? Для повышения удойности каждый день зимой необходимо выдавать по 0,5 кг отрубей, гороховой муки или концентрированного комбикорма. Эти добавки можно добавлять в запаренные кухонные отходы. Кроме травянистой части, можно давать по 2-4 кг корнеплодов в сутки. С наступлением осени в рацион можно добавить ботву моркови и свеклы, листья капусты. Важная информация! При скармливании свекольной ботвы в рационе должен быть мел в соотношении 1-1 для нейтрализации органических кислот. С наступлением весны необходимо постепенно переводить стойловых коз на пастбищный режим. Козам противопоказаны такие травы, как полынь, пижма, ромашка, придают горечь молоку, хвощ, снижают удой, нарциссы, вызывают судороги и воспаление ЖКТ, послен, багульник, бересклет, табак, ядовиты. Уход за дойной козой При уходе и содержании дойной козы важно соблюдать следующие требования – резко не менять структуру рациона, не давать испорченные, загрязненные или промерзшие корма, поддерживать процентное соотношение клетчатки в пище, давать минерально-витамины и добавки предоставить. Неограниченный доступ к воде, поскольку ее нехватка ингибирует синтез молока и вызывает воспаление в имени, температура помещения не должна быть ниже 10 градусов. Особенности выгула для коз Уход за дойной козой Для выпаса коз хорошо подходят загородные пастбища с разносортной травой. Нельзя допускать выпас на болотистой местности, где животные могут заболеть копытной гнилью и печеночной дуусткой. Также козам противопоказана роса, поэтому не стоит выгонять их рано утром. Помимо этого, пасти коз в дожедливую погоду запрещено. Важно! При невозможности пасти коз их можно привязать к улышку, оставив 3 метра веревки для выгула. Плановые прививки, вакцинации и осмотры В избежании развития заболевания как коз, так и их хозяев, необходимо вовремя осматривать и прививать животных у ветеринара. Специалист подберет необходимые прививки согласно эпидемиологическому благополучию района. Кроме таких специфических вакцинаций, как от ящера или энцефалита, существует перечень необходимых прививок от бешенства, бруцелеза, сибирской язвы, процедуры дегельминтизации. Соблюдая все предписанные стандартные меры по уходу, содержанию и кормлению коз, можно получить здоровое и высокопродуктивное, как на удой, так и на мясо поголовье. Выполнение несложных процедур по осмотру прививанию коз позволит избежать заражения стада тяжелыми летальными заболеваниями. Субтитры создавал DimaTorzok